Моргенштерн снова ощущает себя, как будто в 2020 году. По крайней мере, он сам так говорит о своём состоянии. Ну, раз сам сказал, значит, так и есть. Ну, именно 2020 год. Дело в том, что именно в 2019 и 2020 году... Да, сука, блядь, ебучий хром, нахуй! Ты развернёшь мне видео на всё... Да ведь и пизду, блядь, толпом. Абсолютно. Так, это всё сразу мотаем, сразу до вот этих палёных кроссовок. Да-да-да-да-да, полролика мотаем сразу, поехали. Ок-блогер, блядь, смотри, ок-рэпер. Во-первых, стоит начать с ней самых приятных новостей для Моргенштерна. Клип «Чёрный русский» этим утром был снесён с Ютуба из-за авторских прав. А, всё-таки снесли его. Да, всеобщий хайп вокруг этой работы привлёк внимание... Да нет, у меня F11, вы заебали, блядь, вы-то маг. ...обладатели творчества группы «Мираж», которые решили подать жалобу за использование их композиции в клипе Аришера. Аришера, блядь, Аришера, да? ...которые решили подать жалобу за использование их композиции в клипе Аришера. Аришера, блядь, вот нахуй перезаписывать, да? Ну, блядь, ой, блядь, ой, это же надо перезаписать, значит, это надо поставить на стоп, да, запись, блядь, включить заново, поменять слово, это же просто, ну, бред, лучше оставить, блядь. А вот чё с качеством, блядь, ролика, нахуй, это не у меня, блядь, 720, блядь. Да, это и качество, блядь. На данный момент клип снова доступен, значит, все проблемы были улажены. Да, я думал наоборот, блядь, для вот этой логики. ...не прилетело от Ютуба автоматически, и вины правообладателей тут нет. Кстати, группа «Мираж» в клипе используется не случайно, её трек создатели добавили туда сознательно, ведь именно музыка этой группы отождествляется с России в 90-х годах. А клип... ...чёрный русский постоянно эксплуатирует эту эстетику. Какую песню, это ж... ...балуем... Чего ты несёшь, блядь? Группа «Мираж» там сознательная, она олицетворяет 90-е, не «Бухгалтер» песня, не «Американ Бой», да, вот это такое, нет, забудьте. «Мираж», блядь. И чё там нахуй... ...тирует эту эстетику. А эстетику? А-а-а, при чё здесь «Мираж», блядь, это же «Блотняк». Чё, а какая нахуй эстетика? Известно, что клип снимали в Узбекистане. Почему-то... А-а-а... Скорее всего... Потом в Дубай, блядь. ...потому что Моргенштерну в Россию нельзя. Да-а-а? Блядь, чел, очень крутые новости. Ребят, все подписываемся, очень крутые выводы, новости. Подходящие постсоветские локации есть только у нас в стране или в СНГ. Видимо, рядом с Ташкентом самое подходящее место. Съемочные смены на проекте длились по 30 часов, а за все отвечала команда Романова, как и всегда в случае с дорогими клипами Моргена. По информации со стрима артиста, клип стоил 17 миллионов рублей. Сколько, блядь, долбоёб? Нет, блядь, лучше б себе оставил, блядь. Это дорого. Возможно, это один из самых дорогостоящих проектов рэпера. Но мы думаем, большую часть... Чего? А, блядь, песня у него что-то там... Чё-то танк я еду в бой. Боевой ковбой. Вот это 100 миллионов не хватает. Из-за отрат покрыли создатели игры BlackRussia. Ну это по его словам, правда, 100 миллионов. Кламой которой и является весь этот проект. Что ж, неплохое вложение в маркетинг. Ну что ж, блядь, вот эти GTA RP серверов, да, денег дохуя. Резонанс вокруг работы вы можете оценить по одному интересному факту. На него отреагировала даже Ксения Собчак. Чего, блядь? Смотри, вроде всё правильно пишешь про Окси, что чуваку 40 лет, всё каких-то, значит, милфика, чьих-то мам, значит, хочет хуй красивый показать. Согласна, согласна. Ну, она не выкупает, реально, женщина ничего в этой жизни не выкупает. Согласна, но ты-то, ты тоже ж можешь лучше. Но тебе тоже, извини меня, не 15. Вот, понятно, что татуировки уже не смыть. Что она несёт, блядь? Но, как-то, творчество взрослее не обязательно переходит в шансон Шафутинского. Что она несёт, блядь? Это же, ну, это же просто перформанс такой. Есть другие пути, мой дорогой. Так что, как говорится, не очко обычно губит, а к 11. Бля, прогнала хуйню, ну, женщина такая в возрасте, короче, ничего не выкупает, блядь. Ты можешь лучше, друг. Сидит Фэнди, или что это такое, блядь, рассказывает. Я люблю целую, привет, дубай. Да-да-да, ждём скетч про Джокера. Это кринжовый, который ты снимал. Рассказывали про выход данной работы. Она нихуя не выкупает, блядь. У Оксимирона это пососи мой хуй. Даже я понял, что это в стиле этого... Как его? Баттл-рэпа, блядь, немецкого. Там же даже вот я от реакции ресторатора узнал, блядь, по ТикТоку, что там эти батловики очень известные немецкие снимались. В этом суть же, блядь. А, понятно, ладно, дальше. Видимо, решил повторить успех клипа Дула. Это было очевидно, ведь тот сверхуспешный и не менее дорогой проект тоже был частью рекламной компании Вартандера. И он не просто стал рекламой, но ещё и забрал все чарты, из-за чего и собрал больше ста миллионов просмотров. Ага. Больше ста лямов. Ну вот это ебанутый клип на самом деле, просто конченый. Что, блядь, здесь... Вот что рассказал про съёмки директор по маркетингу в компании Вартандер. Цитата. Сначала Алишер сочинил трек, потом Романов придумал сценарий клипа, а затем артист с командой съездил в Астраханскую область на живые съёмки. Ага. Пустынные пейзажи и каньон в клипе как раз оттуда. Ангар для самолета... Блядь, очень интересно. Больше никто не снимает клипа. Все обычно снимают клип, а потом пишут песню. Вот нахуй мне этот комментарий, скажите. Сначала Алишер придумал песню, потом мы придумали клип, потом поехали его снимать. Охуеть, как необычно. Что в команда нашла в Подмосковье. Если реклама Альфы действительно стоила 10 лямов, то наша коллаборация обошлась дороже. Но у нас и проект, как я уже говорил, другой. И на качестве мы не экономили. Производство клипа со съёмками в нескольких локациях в разных частях страны и сложным CGI и занятием недешёвым. Да всем похуй, чел, блядь. Мы знаем, мы знаем, что графика это не дешёвое удовольствие. Да ты чё, блядь. Бля, вот эти просто рэп-каналы, блядь, да, просто мистер очевидность, блядь. Вот нахуй нам это рассказал, блядь. Судя по комментариям, они сначала сделали песню, потом поехали, сняли клип. И, короче, ну дорого ещё, графику дорого. Да ты чё, блядь. Если вернуться ещё раз в ту эпоху 20-го года, то хочется вспомнить другой бесспорный хит рэпера. Нет, речь не про Кадиллак, который пусть и был громчайшей работой, но клип на него был не таким уж и интересным. Чего, блядь? Клип стилёвый на тот момент. Это же вообще, где ЛДЖ в ноздрю залетало, этот камер, это реально, это, блядь, ну... Это прикольно было. Это проблема, который Тимати... Шик, это охуенно сидит, блядь. Клип на него был не таким уж и интересным. Сидит чё-то разрабатывает, смотрите, сидит чё-то разрабатывает. Мы говорим про проект. Материнская карта сидит, блядь. Материнская карта старая, блядь, смотрите. Чё разрабатывал, да, сидел. Интересно так, блядь. Прикольно. Это проблема. Материнские карты переразбирал, блядь. Тимати превратил в интереснейший рекламный кейс. Моргенштайн рассказал фанатам, что на съёмке проходив... Гейс. ...бывший в Сочи, было потрачено 10 миллионов рублей. Старание... Да? Очень круто, блядь, бро, спасибо, что ты нам это сказал. Нахуй, при чём здесь его последняя песня. Рэперов окупились с лихвой. Тимати поспособствовал тому, чтобы в видео была реклама. Плата, да? Это платы? Понял, понял. Это материнская карта, разве нет, блядь? Поэтому доход от этой работы в несколько раз превысил траты. Сами артисты уверяли... У неё температуру можно... Да там материнская карта была, всё видно было, блядь. Какая нахуй плата, блядь. ...что в итоге они заработали на видеоработе... А материнская плата? А, бля, нихуя себе. А, вот как я затроил, всё, понял. 50. Понял, понял, понял. Ну да, реально, вот здесь я реально ошибся почему-то. А я сказал материнская карта? А подкуда я это взял, блядь? А почему я сказал материнская карта, блядь? Ну это температура, это стоп... Нет, чуваки, без рофла. Вот здесь странный затоп. В клепе Алишер наслаждается отдыхом. У меня температура высокая, всё, башку мне не ебите, блядь. В компании полуобнажённых девушек на роскошной вилле. Он загорает у бассейна, а Тимати сидит рядом, подписывая контракт с неравными условиями. Блядь, мы видели этот клеп! Но если сейчас смотреть на цифры в 14 миллионов просмотров, то таким уж провалом этот проект однозначно не кажется. Безусловно, клип Ойда, с которым Мирон сравнивал эту видеоработу... Я погнал Бугатти на самокате, ты блядь, охуенно. ...чуть больше, но сам Алишер уже отвечал на эту претензию на стриме. Ко его словам, разница в просмотрах вызвана непопулярностью трека. А чем? Потому что между релизом композиции и клипа у Алишера прошло много времени. А, вот в чём проблема, как у Кадилла... А, нет, там же, там другое, понял. Оксимирон всегда дропает клипы раньше музыки. Но так или иначе... Вот оно чё, вот так вот, ребята. Вот и думайте головой. ...заметный проект в карьере Алишера, который тоже повлиял на индустрию, хотя бы в плане практики дорогостоящих коллабов. А Руд заплатил Моргену миллион долларов. Немалую часть этой суммы репертуру... ...тут же потратил на новую дорогостоящую счётку. Да всем похуй! Нахуй ты нам рассказываешь, что он купил себе, блядь! Ты будешь про его последнюю песню рассказывать? Нахуй ты нам карьеру всю пересказываешь? Ебло, блядь! Нахуй нам это слушать, блядь! Работал, блядь! Давай уже, нахуй, рассказывай про последние работы. Ты меня заебал. Нахуй ты мне пересказываешь, блядь! Ты что, нахуй, диктор передачи не времени, нахуй, пересказывает мне каждую секунду, что там было до этого. Моргенштерна. Много моделей и, конечно же, очень качественная графика. В клипе мы даже видим статую. Блядь, ты заебал, нахуй, ты пересказываешь его песни, блядь! Угайки стал самым дорогим в карьере Алишера. Можно... ...someone like you. И влетел в тренды ютуба молниеносно, набрав более... Какой кто? ...липрощит в российской рэп-игре, принадлежит... ...однако ходят слухи, что самый дорогой клип в российской рэп-игре принадлежит не Моргенштерну, а, как ни странно, не лето. Почему нас должно это... Ну, при чём здесь это, блядь? Какое нахуй не лето, блядь? При чём... Так, ребята, сегодня мы вам расскажем вот эта песня. Чёрные русские Алишера. Это камбэк года или нет? Поехали. Купите палёные кроссовки. Ссылка в описании, блядь. Следующее. Да-да, Моргенштерна, помните, выходила эта песня? Там снимали они её. А, знаете, как они сняли эту песню, короче? Они сначала придумали её, написали, потом придумали клип и поехали его сняли, блядь. А ещё у неё, помните, Кадиллак выходила? Да, было время, блядь. А ещё это... И вот здесь очень дорогой клип. А знаете, у кого ещё дороже? У Нелета. Какое нахуй Нелета? Нахуй ты что с тобой, блядь? Придурок ёбаный. Прошлого года он снял клип «Самон лайк ю». Да всем похуй! Это тут при чём, блядь? Летел в тренды Ютуба молниеносно, набрав более одного миллиона просмотров. Кинематографичный клип показывает, как главный герой... Это реклама или чё? Нахуй ты нам это рассказываешь. ...поживает настоящую историю любви и расставания. Бля, графика, кстати, очень дорого, блядь. Чувственная песня сопровождается завораживающим танцем Нелета. Это реклама, блядь? Да это реклама сейчас была. И титулованной российской танцовщицей Елизаветы Лыхиной. Там похуй мне, блядь? Похуй сквозь стену, взрывы, выстрелы, драки, а также сложные декорации и мощная компьютерная графика. Отмечается, что артист не прибегал к помощи каскадёров. Режиссёром клипа стал Владимир Беседин, который снял первый фильм про майора Грома, получивший большую популярность в сети. Несмотря на слухи о высокой ценности, российской индустрии рекордсмен это клип на трек от РАФ. Бля, это просто, ну, шизики, нахуй, этот канал ведут, это просто, ну, ебанутые люди. Название чья? Комбэк года, клипы, перевернувшие индустрию. Что они перевернули, блядь? Вот эти клипы, кроме Мияги Эншпиля, я говорю, вот это последнее, I Got Love, или как эта песня называется, вот эти, что они перевернули, блядь? Там почти 700. Что они перевернули индустрию, вы чё несёте, блядь? Чёрно-русский, это камбэк года, клипы, перевернувшие индустрию. Мы узнали, ребята, что это камбэк года? Вот скажите, вот мы ролик посмотрели, мы узнали, что это камбэк года? Нет, блядь. Клипы, перевернувшие индустрии. Причём здесь они, нахуй? ...миллионов просмотров. В письме в 6 лет или 8 лет чарте, прикиньте. ...что эта видеоработа стоила всего 800 тысяч рублей. Да всем похуй, нахуй ты нам, это какие. ...петь не только отечественных зрителей. Если посмотреть комментарии, там и сейчас солидный процент отзывов составляют иностранцы. Так, и что они перевернули, блядь? Артисты предположили, что причиной мог стать англоязычный припев. Такую схему куплеты на... Здорово, а перевернули, хорошо. Клипы, что они из индустрии, они перевернули, скажи. ...в узком припев Мияги на английском, группа позже превратит в стабильный творческий метод. На припев, который сейчас могут напеть миллионы, у Мияги ушло всего 10 минут. ...объятья со мною... ...и перевернул что он? ...клипов новой школы... ...блядь, еще раз... ...на припев, который сейчас могут напеть миллионы, у Мияги ушло всего 10 минут. ...объятья со мною... ...да иди наху, Камай! ...из легендарных клипов... ...блядь, что нахуй? Причем здесь... ...блядь, Альбергенштерн камбэк года? Клипы, которые перевернули индустрию. Вот Алишер вышел на данной песне. Кстати, они сначала придумали песню, по-моему, сняли клип, ребят. А графика дорогая. А еще помните Кадиллак? Ну, Кадиллак это ладно, ведь есть клип не лето. И там взрывная графика, и не было каскадеров. А еще помните I Got Love? Да, там 10 минут припев писал. А Фараон, кстати, знаете Фараон? Просто шизик ебаный эту хуйню писал, блядь. Что ты несешь, блядь, нахуй? Умалишенный, блядь. Что за бред, я смотрю? Просто несчастный, блядь. ...почкому можно и нужно вспомнить про Дикона. Печальный, блядь. Что у вас за сценарист печальный, реально, блядь. В свое время, а именно в семнадцатом году, это был настолько громкий хит, что в стране нельзя было найти кого-то... И поэтому он перевернул игру как? На 360 градусов? Что произошло, блядь? Младше 25 лет. Кто не знал бы припев этой песни, а также не вспомнил бы покрутую экранизацию этой композиции? А, кстати, Моргенштерн говорил, помните, что... А, точно, блядь. Моргенштерн, помните, говорил, что... Дело в том, что у Оксимирона больше просмотра, потому что он релизит клип вместе с песней. Дико, например, забирай. Ей год был, когда клип вышел. Пять минут назад, помните клип? Мне было три года. Блин, ну я, может, пижу на два-три года, короче. Это еще в плакшере было, блядь. А клип вышел через года два, нахуй. Потом, короче, это все вместе они выпустили. Ну, 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 мы знаем, да, эту песню. Круто, что... Даже телевидение не осталось в стороне. Вспомните хотя бы вечернего Урганта. Все за бред! Просто неймдроппинги, блядь. Вы просто понимаете, это контент высочайшего сорта, блядь. Просто какие-то, нахуй... А помните, это клип... А еще вот такой клип был. А еще... А Урган, блядь, точно. Вспомните, если... Конец, блядь. Просто шизы, блядь. Этот канал ведутся. Просто жесть, блядь. Я же сказал, что это надо смотреть. Это просто бред, блядь, ебаный, нахуй. Это, ну, у людей реально что-то нездоровая хуйня. Нам вам надо стал блога на этом. Немножко в дес наебаться, начать. Это очень серьезная хуйня. Фу, блядь.